Здравствуйте! Это ток-шоу на Интере. Касается каждого. Программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. В Непродзержинске живёт трёхлетняя девочка, о которой должна знать вся страна. Её героический поступок сегодня заставит задуматься многих взрослых. 12-летний Миша Каптур, его трёхлетняя сестричка Софийка и 9-месячная Люда остались дома одни. Взрослые совсем ненадолго уехали из дому, чтобы заняться своими делами в городе. Если бы я знала, что Наташа оставит детей, даже на эти полчаса, всё равно бы я никогда, никогда бы от них не отошла. Через час матери детей позвонили с тревожной вестью. На старшего сына обрушился двухметровый кирпичный забор. Такого охория, как я перетесла, никого не пожелали. Как только с Мишей случилась беда, трёхлетняя Софийка побежала к ближайшей дороге. Забор упал до Миши, он разбился, Миша. На обочине оживлённой трассы трёхлетняя девочка простояла больше часа, но машины проносились мимо. Увидел, ну подумал, что кто-то что-то на дорогу выкинул издалека. Когда подъехал поближе, увидел, что это ребёнок. Благодаря Софийке милиция подняла санавиацию, Мишу спасли от смерти. Но жизнь ребёнка всё ещё в опасности. Результатом открытой черепно-мозговой травмы стала продолжительная кома. Фактически голова была разломлена пополам. Основание и свод черепа. До сих пор близкие семьи Каптур не могут объяснить, как трёхлетний ребёнок мог принять такое самостоятельное решение. В студии «Касается каждого» говорим о детском мужестве. Почему беспечность взрослых вынуждает детей совершать недетские поступки. Тема эфира сегодня «Маленькая героиня». И я приглашаю в студию Наталью Капу. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Так, ваша трёхлетняя дочь спасла жизнь вашему сыну. Я хочу, чтобы вы знали, что мы гордимся вашей девочкой. Я сама горжусь. И благодарна вам за неё. Я сама горжусь. И дочкой, конечно. Не думала, что она у меня такая. Вот ваша умничка здесь, да? У вас трое детей, да? Да, у меня трое детей. Расскажите Аню. Миша, спокойный мальчик, помощничек мой. Софийка тоже, ну, как все маленькие детки, она и бегает, и прыгает, и, бывает, что я ругаю её. Но всё равно, когда мне плохо, она помогает, там водички поднесёт. И Людочка, которая вот 9 месяцев. Самая кроха, да? Да, самая кроха, 3-9 месяцев. Пробыла с нами всё время в больнице. Поддерживала. И маму, говорит, чтобы мама сильно не расстраивалась. И братика. Ваши детки дружные? Да, они очень сильно любят друг друга. Как так получилось, что в тот день ваши несовершеннолетние дети остались дома одни? Мы приехали до бабушки в деревню, ну, в село это, каникулы. Думаю, погоним у бабушки, а бабушку отпустим к себе домой, чтобы она хотя бы там покупалась, там, скупилась, и всё. И мне утром звонят с магазина, получается, подарила сыну планшет. И он обломался, поломался, сказали, что можно приехать, обменять там, или вернуть деньги. Говорю, сыночки, давай ты побудешь дома с детками, ну, с сестричкой, говорю, погулять. А я быстренько туда и обратно поменяю тебе планшет и приеду. Если я знала, что такое произойдёт, то я их никогда не оставила. То есть планшет был так важен, да? Да, да, для него он был так важен. Я готова была на всё, чтобы ребёнку было хорошо и вообще для детей. А почему вы деток с собой не взяли? Ну, как-то не подумала. Через каждые 10-15 минут ему звонила, узнавала, как он, что он это. Последний раз ему позвонила, спросила, как делала. Он говорит, мама, возьми мне атлас по географии. Это уже сколько времени прошло? Вас не было? Ну, получается, я как приехала в город, это минут через 15 я ему позвонила. Я говорю, сыночка, у вас всё хорошо? Да, мам, всё хорошо. Соня играется в песочке. Людочка спит, а я занимаюсь велосипедом. Получается, я зашла в магазин, планшетный, не вернули. Вернули деньги. Звоню ему, телефон уже не берёт. Вот, я на маршрутку еду, уже подъезжаю, мне звонит мама, что так и так меньше забрала скорая. Так что произошло, когда вас не было дома? Получается, или он толкнул колонну, колонна упала на него, или он мне говорил, что ехал на велосипеде, задел её, она упала. Что это за колонна? Ну, была кирпичная колонна, ну, высотой где-то 2,5 метра. Это просто были кирпичи выстроены, или это была стена на цементе, собственно? На цементе, на цементе, полностью на цементе всё это. И вот это всё двухметровое сооружение рухнуло на Мишу? Да, рухнуло на Мишу. В тот момент вы поняли, насколько серьёзные травмы получил ваш сын Миша? И я ещё этого не поняла, потому что я его не видела, потому что я прибежала домой, его уже не было. У меня мама поехала в больницу, звонила, говорит, Миша, в коме его забирают в Днепропетровск. Вот тогда я поняла, что могу потерять своего сына. Я прибежала, стояла соседка тетя Галя, говорит, ты Софию не видела? Я говорю, нет, не видела. Она побежала в сторону остановки. Я бросила, говорю, а Люда где? Я говорю, Люда у меня. Потому что она в колясочке. Я бросила всё, побежала на остановке, но её не было. Там, слава Богу, было кафе, я спросила, посетители видели, ли такое. Говорит, да, носила маршрутку и уехала. Я первую попавшуюся маршрутку поймала, попросила сообщить по рации. Позвонила своей подруге, подруге к уме. Подняли милицию, подняли маршрутчиков. И потом тоже мне сказали, что её уже отвезли в милицию, что жива, здорова, что водитель маршрутки Сергея Владимировича её доставил. Наши журналисты побывали на той даче, где произошло ваше несчастье. Давайте посмотрим. Где-то год столб шатался. У нас с Наташей не было сил его уложить, потому что вы видите, какой он массивный. Я и так и подозревала, что кто-то с детей, конечно, потому что трое деток, кто-то может попасть под этот столб. Если бы я знала, что Наташа оставит детей, даже на эти полчаса, я бы никогда от них не дошла. Скажите, а мужчина в вашем доме есть? Почему так получилось, что этот забор был такой? Мужчины нет. Мужчина такой у меня сыр. Миша, да? Да. А где отец детей? Отцы детей подказывались от них. Подождите, у вас отцы детей? Да. А сколько отцов, простите? Три. Трое? Да. То есть у вас каждый ребенок от другого отца? Да. Просто они не хотели детей, а я не хотела делать абортов. И слава богу, я очень довольна, что у меня есть такие дети. Кто же вам помогает расти детей тогда? Мне помогает мама моя. Я знаю, что после этой трагедии у вашей мамы случился инсульт. Да, инсульт у меня в правую сторону. Давайте вернемся еще раз в тот день. Вы прибежали домой, Миши не было, он был уже в больнице. В Софийке не было, вы не знали, где она. И только свидетели, там очевидцы, соседка сказала, что она убежала куда-то в сторону дороги. Людочки тоже не было дома, она была, собственно, тоже у соседки. Да, у тетей Галибы она была. Вот с ней все в порядке было? Да, слава богу, с ней было все в порядке. Соседи, как говорится, и поменяли, и покормили. То Людочка была рядышком возле меня. Я уже ее забрала, хоть Людочка была рядом. А потом приехали милиция, и уже начали с помощью милиции искать дочку, и потом я... Наши журналисты попытались восстановить события того дня. Давайте посмотрим. Внимание на экран. У тебя забор упал на Миши, он разбился Миша. Соня побежала в сторону маршрута. Она как-то так бежала, так бежала, что это, говорит, так дети бегать не могут. Ну, вот девочка сама стояла вот прямо на трассе. И я сдавала его на шуток на трассе. Это мне уже на остановке, в кафе тоже я бежала, спросила это. Не видели девочку, курточки там и писала. Вот села маршрутку и уехала. У нас в гостях детский психолог. Скажите, пожалуйста, вот как можно объяснить такое поведение маленького ребенка, трехлетняя девочка? Вот эта самостоятельность к трем годам, она абсолютно естественна и нормальна. Тут все сложилось воедино. Любовь к брату, тревога за него. Достаточно самостоятельный возраст к трем годам, когда ребенок уже часто принимает решения и говорит, что он хочет, чего он не хочет. И, насколько я поняла, дети в этой семье были предоставлены сами себе достаточно много времени. Поэтому, когда дети в такой ситуации растут, они очень быстро взрослеют. И они очень быстро учатся принимать те или иные решения. То есть, вы думаете, это было вполне осознанное решение, не какое-то решение на подсознательном уровне? Нет, это не подсознание. Как взрослый человек она приняла решение? Конечно, это осознанное решение. Просто к этому решению подвели вот эти вещи, которые я сказала. Иначе я не могу объяснить, как можно оставить 9-месячного ребенка на 12-летнего и еще одного трехлетнего. Анна Малер у нас в гостях. Юрист, поприветствую. Формально здесь есть основания для ответственности. Уголовный кодекс предусматривает ответственность родителей, которые не исполняют свой долг по уходу за ребенком. И отсутствие мамы дома, это как раз может быть таким основанием. Но, если мы будем подходить с вами к ситуации объективно, то даже если бы мама была дома, забор мог точно так же упасть и нанести вред этому ребенку. Поэтому корень этой проблемы надо искать в попустительстве и безалаберности по отношению к аварийно опасному строению или какому-то предмету, который находится на территории двора. Мама в данном случае совершила ошибку до того, как оставила детей одних. То есть допустила, что вот эта стена стояла во дворе. Сегодня к нам в студию приехала соседка по даче, которая первой нашла Мишу. Это Галина Повар. Я приглашаю ее в студию. Как вы поняли, что случилась беда? Ко мне приехала дочка. И дочка Таня приходит ко мне и говорит, мам, ну так, говорит, эта Софийка бежала, а я ей говорю, Таня, эта девочка, кажу, и по крышам бегает, и по деревьям бегает. Ничего страшного нету, кажу. Она опять пошла туда гулять. И слышу, с ихнего двора ребенок плачет. И она опять подойти к ним бояла, потому что там собаки отвязаны. Говорит, чтоб ребенка не разбудила. Она опять ко мне подходит, мам. Ну пойдем, говорит, там так ребенок плачет. Ну, говорю, пошли. И мы только выходим, а у нас гора, а они под низом живут. И говорит, мам, там кто-то лежит. А я не видела. Кажу, Таня, ну так, стой, я бегом побежала. Когда подбежала к ним, то увидела вот эту трагедию, конечно. Что вы увидели? Миша был весь в крови. У него с носа, с рота и с ушей. Весь в крови, глаз не видно. Попробовала пульс, он живой. Я говорю, Миша, ты меня слышишь? Он сказал вот так, и все. И чтоб кровь остановить, я просто подняла голову сразу ему. А как там такого ничего не было, вначале такой деревянный чербачок подложила, а потом пошла до их верандочки, там взяла фуфаечку такую, детскую шубку, подложила под голову. Потому что кровь очень сильно шла, и я боялась, что он может захлебнуться. Галина Семеновна, вы очень профессионально вот сейчас рассказываете о первых мерах, которые вы предприняли. Вы в прошлом медработник. Да, я медицинское законничество училище, но я медиком никогда не работала, я работала воспитателем. И пока я ему оказывала помощь, а Таня уже вот так показала, говорю, Таня, вызывай скорую. Вот сколько времени прошло, когда вы увидели Мишу и приехала скорая? Не очень долго, это минут, наверное, ну 20, 23, 25. Вот так вот, быстро приехала скорая. А в этот момент что вы делали? В этот момент я оставила мужа с этим ребенком, а Таня забрала девочку, Люду меньшую, и свою девочку, и повезла коляске домой. Скажите, Галина Семеновна, вот этот детский крик и плач, это кто плакал? Это маленькая Люда плакала? Это Люда плакала, да. Вам вот сразу не пришел в голову вопрос, а где же взрослые, дети малые бегают? Пришел. Когда стучала двери к ним, смотрю, постучила аж в двери, а никто не открывал. Думаю, как они могли оставить таких детей? А потом двое раз думаю, господи, я и сама в другой раз оставляла детей своих так же, понимаете? В тот момент вы знали, где трехлетняя Софийка? Она побежала на трассу, значит, пошла на маршрутку. Вы не бросились искать девочку? Все-таки бежала. Нет, девочку мы не бросили, потому что мы знали, что девочке ничего не случится, потому что она такая девочка, что она сядет на маршрутку, мы так и поняли, что она поедет. А Миша, мы будем помочь. Понимаете, мы сразу подумали? Ну, в смысле, трехлетний ребенок... Потому что с Мишей могло случиться сразу большое несчастье, и надо было родителей его найти. А потом, пока мы это, скоро приехала, уже Наташа пришла, и мы ей сказали, где еще. Наталья, когда вы приехали домой и узнали, что Софийки нет, вот вы бросились ее искать? Конечно. Я быстро все бросила, побежала на остановку. Ее не было. Я забежала в кафе, спросила, девочка трех лет, там, в шапке, в куртке описала, она села в маршрутку и уехала. Я сразу останавливаю первую попавшую маршрутку, которая проезжала, попросила передать по рации всем маршрутчикам, видели ли нет это. Просто, как мне сказал уже Миша в больнице, когда он уже начал потихоньку разговаривать, я говорю, Миша, как все случилось-то? Мама, я не помню, но я успела сказать, беги за помощью сестре. Беги за помощью. И она побежала. Потом я у нее спрашиваю, доча, куда ты побежала? Мама, я побежала тебя искать. Она хотела меня найти в городе. У нас в гостях ваша кума и близкая подруга Юлия Хлистунова. Юлия, здравствуйте. Итак, вы узнали о пропаже крестницы и что вы предприняли? Первые минуты, конечно, я растерялась. Ну, любой бы растерялся о такой ситуации, потому что, ну, ребенок, ну, очень близкий мне, можно сказать, как дочка, крестница моя. Ну, мы очень-очень дружим, наши дети дружат. Я растерялась. А Софейка не растерялась, вы видите, в этой ситуации? Приняла решение. Вот она на сумничка, видите. Ну, так как у меня муж был тоже дома, он, ну, как все мужчины, он сразу не растерялся, он говорит сразу, звоните в милицию. И пока я с Наташей разговаривала по своему телефону, он со своего набрал в милицию. Сказал, так и так пропал ребенок. В милиции посоветовали обратиться, ну, к маршрутчикам, передавать, чтобы они по рации передавали, что ребенок пропал, что вот, ну, так-то и так-то ребенок одет, чтобы они, ну, у кого в салоне этот ребенок, чтобы они, ну, отвезли его куда следует, скажем так. Так, сложилась так ситуация, что водитель попался очень хороший, добросовестный, и он отвез ребенка прямо в милицию. Софийка провела на трассе около часа. Машины проносились мимо, даже не замечая девочку. Действительно была угроза, что, не дай бог, кто-то мог даже зацепить трехлетнего ребенка. В тот день только один человек остался неравнодушным и остановился. Мы разыскали его. И вот, что нам рассказал водитель маршрутки Сергей Прилепский. Давайте послушаем. Ну, ехали в тот день и с пассажирами. Увидел сдалека, что на дороге сначала подумал, что что-то лежит. Ну, сдалека. Когда подъехал поближе, увидел, что это ребенок. Взрослых не было. Ну, я сразу понял, что что-то нет. Ну, такое ощущение было, что ее могли сбить. Остановился. Ну, ребенка истерика. Заплаканная стояла. Подобрал ее. Пассажиры дали ей конфету. Там, расспрашивали ее, что случилось, где мама. Ну, она же не может объяснить. Все подумали, конечно, плохое. Ну, ребенок говорил, была невнятная речь. Она говорила там, что-то за своего брата. Ну, я так, в принципе, ничего не понял, что она говорит за своего брата. Она там рассказывала, что что-то упало. И все. А так, в принципе, она ничего не могла объяснить. Ребенок маленький, да. Говорила, что хочу к маме. Вот. И показывала. И показывала на правый берег, да. Куда, где, что там мама. Ну, никто не понял, что там случилось, конечно. Думали, что мама ее бросила туда-сюда. Ну, отвезли в милицию. Наташ, вы когда нашли Софийку, что она вам рассказала? Я говорю, как Миша упал, что было? Он подходил, просто шатал эту колонну. Для чего он шатал, я не знаю. Потом он упал, потекла у него кровь. Я вытирала и побежала. Ну, шатал, это, знаете, обычный детский интерес. Не, а может быть, как мужчина. Вот просто проверка на прочность, как мужчина. Понимаешь, может, он как мужчина. Анна Сверидова у нас в гостях в телеведуще. Здравствуйте. Ну, то, что дети, они любопытны, да, что-то запретное им, оно интересно, это, ну, наверное, детский психолог, наверное, знает, подтвердит, что такие вещи, даже если чем больше запрещаешь, наверное, тем больше интересно понять, что к чему и как оно устроит. А вот действия Софийки, можно, вот как бы ты их охарактеризовала? Вы знаете, вот я должна сказать, что взрослые иногда недооценивают уже взрослость даже маленьких детей. Наши дети знают и могут гораздо больше, чем мы даже об этом подозреваем. И вот, наверное, в таких ситуациях, вот, какая-то концентрация происходит всего того опыта, даже небольшого жизненного, который у них есть. Я думаю, в экстремальной ситуации дети часто ведут себя как взрослые, но мне хотелось бы обратить внимание на то, что 12-летний мальчик – это не мужчина. Это тенденция очень многих женщин говорить о своем сыне, как о мужчинах. Понимаете, ваш сын – это не ваш мужчина. И не возлагайте на него то, что полагается делать мужчине. В законодательстве очень многих стран установлен порог. 14 лет. До 14 лет взрослые не имеют права оставлять детей наедине. Почему установлен этот порог? Это медицинский показатель, который вошел вправо. Почему? Потому что до 14 лет ребенок не в состоянии адекватно оценить степень опасности. Почему? Потому что у него нет жизненного опыта, в его жизни не падали столбы, он не видел поврежденных людей, он не видел жизни. Кроме того, дети в силу возраста еще не в состоянии это оценивать. Да у нас и взрослые не могут оценить ситуацию. Да, у нас они все взрослые могут оценить. Поэтому я хочу родителям сказать, чтобы они знали, это не просто прихоть законодателя. Это медицинский показатель. До 14 лет ваш ребенок действительно не понимает, чем опасны какие-то предметы повышенной опасности, чем опасен этот столб, кирпич, камень. Дети, одним словом, дети. Да. У нас в студии Евгений Литвинкович, учевец. Жень, вот дети Ассофики можно назвать подвигом, как ты считаешь? Это однозначно. Это подвиг. Ну, тем более, вот люди, которые знают и законодательство, и физиологию ребенка, они это лишний раз подтверждают, что это действительно чуть ли не феноменальный поступок, и молодежь у нас сделала. Я что хочу сказать? Что нас, вот взрослых людей даже, настолько мы утопаем в быту, что мы перестаем замечать небрежно брошенный нож, где-то оставленные ножницы. Даже не хотя мы можем поступить вот как-то так. Ну, я же всегда так делаю и даже не задумываться. Я думаю, что с нашими детьми и с нами это никогда не случится. Наша маленькая героиня Софийка сегодня приехала в нашу студию. Встречаем ее. Привет. Меня Андрей зовут. А тебя? Мы все приезжаем, вот у меня. Тебя София зовут. Очень приятно, София. Я очень рад тебя здесь видеть, и все здесь очень рады тебя видеть. Это тебе аплодируют. Расскажи нам о Мише. Миша в крови, он мне попал в больницу, Миша. А что случилось? Почему он попал в больницу? В кровь у Миши он попал в больницу, Миша. Миша упал? Да. А Миша что, катался на велосипеде? Не, он стоял, он падал. Стоял и что? Колону трогал. Трогал колону. Так, колонна упала на него, да? На Мишу? А ты испугалась? Да. И что ты стала делать? Я на маму побегла ищу маму, а мамы нету. Она ушла мама. Куда ты побежала, Софийка, ты помнишь? До мамы. А где ты искала маму? В городе. А как ты в город попала? Не попала в город. А ты увидела Мишу и куда ты побежала, расскажи. До мамы. На дорогу ты выбежала, да? Да, и все, и нету бесина. Так, ты вот так вот машину ловила, да? Да. А машина что? Не еду, 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 а не. Ехали, ехали и все по в стебе проезжали, так? Да. А ты помнишь дядю, который остановился? Ну, что вернулся, я буду. А какая машина была у дяди? Большая. И ты села в эту машину? Да. А что ты сказала дяде? Он все был в скрови, он. Он не был скрови, он бежал до мамы. Так. А куда дядя тебя повез, ты помнишь? До мамы. До мамы? Да. Представляете, какое счастье, что водитель маршрутки Сергей Прилепский оказался порядочным человеком. Еще неизвестно, что могло случиться с маленькой Софийкой. Софийка, ты очень мужественная девочка. Да. Ты большая молодец, ты знаешь об этом? Да. А кто тебе сказал о том, что ты молодец? Большая. Что ты большая? Да. Ты очень взрослая и очень красивая, это правда. Да. Большая умничка. Ну, когда ты увидела маму, ты помнишь вот этот момент? Ну, приехала с бабушкой, они меня увидели. С бабушкой была мама, да? Да. И что ты сделала, когда увидела маму? Ну, приехала с бабушкой, а я побегла, у меня полиция, а мама приехала. Мама ругала тебя? Нет. Не ругала. А в милиции что ты делала? Тебя ругали там? Нет. А спрашивали тебя о чем-то в милиции? Нет. А ты им что-то рассказывала? Нет. Софийка, вот, а почему ты хотела помочь брату? Помочь? Да, в больниче хочу. Баба в больниче, Миша. Как он сейчас себя чувствует? Он у бабушки, он спит. Спит сейчас, да? Да. Сладенький еще. Давай пожелаем твоему брату, Мише, здоровья. В экстремальных ситуациях дети часто ведут себя бесстрашно. И ярким примером тому стал случай в семье Коваленко. Они сегодня у нас в студии. И приветствуем Елену и ее дочь Виолетту. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, Елен, вот, что у вас произошло? Ну, это было почти три года назад. Виола на это время была у бабушки. Что случилось с вашей мамой? На то время она встречалась уже довольно-таки долго с мужчиной. Работали они на одном производстве. И где-то в полодинадцатого вечера мне позвонил мой кум и сказал, что «Алена, выезжай». Борис порезал Алексеевну, это моя мама, и Виолу. На полдороги мы остановились возле дороги, возле больницы Виолы. Сразу зашли туда. Там врач сказал, что ребенок дышит уже сутки искусственно. Если она не начнет дышать после трех суток сама, то готовьтесь, мама, то все. Что произошло с Виолеттой и с вашей мамой? Как мне было сказано, Борис приревновал маму к другому мужчине. И мама его ударила. Ну, как мама рассказывала, она повернулась к столу. Я, говорит, я только услышала, что, говорит, в боку стало горячо. Говорит, и когда я повернулась, увидела нож. Говорит, тогда закричала «Виола, беги!». Это видео было снято три года назад, сразу после трагедии. Бабушка стала кричать, а я прибежала, ну, тянула его за курточку, чтобы он подошел. Он это самое, меня поранил, ножиком не в нож швырнул. Я его в зал побежала, стала кричать. Там легла на кровать и стала простить, чтобы он, ну, помог. Он стал, взял меня за волосы, на бабушку кинул, начал, по-моему, сначала кушиком бить по голове, потом ведром. Сегодня Виола в нашей студии. Давайте поприветствуем. Виола, вот тебе сколько лет было тогда, когда это случилось? Мне было тогда семь. Я повернулась, увидела, как он ударил бабушку по голове. Бабушка упала, ну, она поднялась. Он схватил тогда нож со стола, он ее ударил. Бабушка сказала, чтобы я пошла в свою комнату. Потом я услышала, как она кричала, Виола. Я зашла на кухню, увидела, что он держит, как закрыл ей рот рукой, а рука, рот он спрятал в свою за спину. Когда я подошла, он ударил меня ножом в живот. Ну, я побежала в зал, увидела, как у меня чечет кровь. Я на кровать, он там вышел во двор, где-то через 10 минут он зашел, он схватил меня за волосы, бросил на бабушку. А бабушка там лежала на полу. Он облил, как водой теплой. Я закричала. Он ударил меня либо сковородкой, либо ведром по голове. Потом, как взял спички, хотел поджить бабушку. Ушел, я услышала, как уехала машина. Когда я вышла в коридор, увидела, что у бабушки нога горит. Я ее потушила, побежала на свалку до дяди Юли. Попросила, чтобы он пошел до бабушки домой, что там потушил пожар или что там случилось. Сложно представить, Виолетта что-то переживала в тот момент. И мы очень рады, что ты не растерялась. И тебе вот эти аплодисменты нашей студии. Вот сейчас прошло три года. Ты считаешь себя героем? Я не знаю. Сегодня к нам в студию приехала сотрудник управления МВД в Днепродзержинске. Встречайте майор милиции Кристина Кулик. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы все очень поражены таким недетским поступком такого маленького ребенка. И очень рады, что у нас есть в городе такая малышка. Привет. Узнаешь, что ты? Да. Кристина, вот вы одной из первых в отделении приняли маленькую Софийку. Вот в каком состоянии был ребенок? Что она говорила? Девочка была очень напугана. И она первое время вообще ничего не говорила. Потом уже, когда мы ее начали веселить мультиками, тогда она уже начала с нами разговаривать. Она показывала нам различных героев мультяшных, которых она знает. Ну и впоследствии уже начала говорить, как ее имя, фамилия. И сказала, что у нее упал братик и травмировался. И у него кровь. И больше мы ничего узнать не могли. Нам было известно, что ребенок приехал с другой территории, которая не принадлежит городу Днепродержинску. Мы ориентировали личный состав областного управления о том, что у нас находится ребенок с такими данными. И впоследствии уже бы узнали о том, что на самом деле там произошла такая трагедия. Работники милиции вызвали санавиацию для спасения ребенка старшего Миши. Я хочу сказать, чтобы взрослые не обольщались и ни в коем случае не рассчитывали на героизм детей. Потому что героизм здесь безусловный. С этим надо согласиться. И аплодисментов не хватит никогда, чтобы облагодарить этих детей. Но детский героизм связан частично с тем, что это инстинкт самосохранения. И с тем, что я уже говорила ранее. Ребенок вообще не понимает степень риска, которая может быть за тем порогом, когда он окажет какую-то помощь или совершит какой-то героический поступок. Поэтому я умоляю всех взрослых и родителей не рассчитывать и ни в коем случае на этот героизм. Наталья, а Миша сейчас в каком состоянии? Расскажите. Ну, Мишу вчера выписали уже с Днепропетровской больницей, с клинической детской. Дальнейшей, конечно, будет реабилитация, неврология. Еще плохо. Ну, вот буквально какие прогнозы дают врачи? Ну, говорят, что будем стараться, чтобы он поправился. Конечно, у него левая рука не работает, так чуть-чуть. И косоглазие глаз. Ну, он постоянно спит, слабость есть. Но когда он узнал, что мы едем домой, до бабушки, то он был очень доволен. И вот я сегодня разговаривала с мамой уже не один раз, то, говорит, что покушал, все, спрашивает, где мама. Наши журналисты вместе с вами побывали в больнице. Внимание на экран. Маш, друзья, все тебя любят. Я тебя люблю очень. Очень сильно, зайчик. Сильно. Подержи. Ручки подержать. Давайте, подержи ручки. Я тебя люблю. И я тебя люблю, зайчик. А я тебя сильнее. Неа. Я тебя сильнее. Сильнее, чем мама. Больше никто не любит. Понимаете? Поначалу, первые дни, конечно, было тяжело, потому что он и под себя поначалу ходил, и муж памперсы менял, и тут. А потом уже как-то начал уже проситься, трубку выняли, начал проситься в туалет, и уже легче. Я говорю, давай потихоньку ходить, сидите. То он сейчас тут потихонечку, конечно, улучшение чуть-чуть есть. Ну, до выздоровления еще очень далеко. Теперь, после этого случая, конечно, ни на шаг ни от них не отхожу, ничего там. У меня дети, это все. Я говорю, я не бросила его, я забрала маленькую. Наташа, я знаю, что вот несмотря на такое сложное состояние, в котором находится ваш Миша, тем не менее он вас сам подбадривает, чтобы вы не расстраивались. Расскажите, вот что он вам говорит? Я говорю, мамочка, я тебя очень сильно люблю. А ты помнишь, как ты мне тортик пекла на medida рождения? Я говорю, помню. А ты еще спечешь мне такой тортик? Я говорю, конечно, я спеку тортик. Как мы на море ездили, как это. Мама, я тебя очень сильно люблю. Спасибо тебе. Я говорю, за что? Что ты меня спасла? Я говорю, это моя обязанность. Я говорю, прости, что я вас оставила. Наташа, ваш сын очень сильный, он обязательно поправится. Мы в это верим. Да. Спасибо. Состояние его было буквально критическим. В течение недели он был в коме. Правда, несколько дней он поддерживался в искусственной коме для того, чтобы защитить мозг. Вот что с ним сейчас? Как его самочувствие? Сейчас Миша перенес две хирургических операции. Сейчас его состояние ближе к средней тяжести. Он вышел из коматозного состояния и потихоньку восстанавливается, приходит к прежней жизни. Вот как скоро он может вернуться к полноценной жизни? Вы знаете, прогнозировать это довольно сложно. Иногда при таких травмах на восстановление уходят не просто месяцы, а даже годы. А какое лечение сейчас ему требуется? Сейчас Миша требуется восстановительная терапия неврологическая и реабилитация, в том числе социальная. То есть с ним психолог должен работать? Обязательно. Психолог, невропатолог, физиотерапевт. У него сохраняется сходящееся косоглазие. Эти все специалисты, они есть рядом с Мишей? Да. Все это было в областной детской больнице и дальше он будет по месту жительства лечиться в Днепроджинске. Сегодня у нас в студии президент всеукраинской детской премии «Чудо-ребенок» Виктор Новиков. Виктор, расскажите, разве наши маленькие гости не чудо? Эти дети вообще просто чудо. Я по поводу Софийки могу сказать, что я как президент премии ДВД ТН поговорил с нашими членами жюри. И мы решили Софийке присудить звание «Чудо-ребенок» и вручить ей... Софийка, мы тебе решили вручить вот такую грамоту «Дыва-ребенка». Держи. Что это такое? София, теперь ты официально «Чудо-ребенок». Софийка, слышишь меня? И так как у нас премия денежная, то мы еще ей вручим небольшую денежную премию в размере тысячи гривен. Держи. Даже не знаю, для чего. Для подарков или, может быть, чтобы они забор отремонтировали наконец-то уже этот дом. Если хватит. Спасибо. Спасибо, Софийка. Софийка, скажи, пожалуйста, а ты знаешь, что такое вот тысяча гривен? Тон. Да, дядя тебе подарил. Тысяча гривен. А как ты думаешь, это много или мало? Мало. Софийка, ну, взрослые будут работать над собой, в общем. Мы будем стараться, Софийка. Это правда, что руководство Днепродзержинского горуправления милиции решило наградить маленькую Софийку? Награду в студии, пожалуйста. Софийка, будешь рисовать? Спасибо. Будь умничкой, хорошо? Хорошо. Софийка, давай посмотрим, что там за подарки. Так, буквочки. Смотри, можно я еще посмотрю, что там у тебя? Это фломастеры. Фломастеры рисовать. Ты же любишь рисовать? Да, люблю. А ты же рисовала тогда в милиции, да? Нам рассказала, Кристина. Нет. Не рисовала. Уже забыла. Меняет показания. Она больше мультики смотрела, но и рисовала, конечно. Софийка, ну ты довольна? Да. Ну, мы поздравляем тебя. Смотри, сколько у тебя подарков. Ты умничка большая, Софийка. Да. Я хочу представить еще одного нашего гостя. Это Богдан Белько, вице-президент благотворительного фонда «Древо надежды». Здравствуйте, Богдан. Богдан, я знаю, что вы тоже приготовили сюрприз для детей. Конечно, даже когда просто читаешь о случившихся событиях, ну, скажем так, это пробирает за сердце. Но когда видишь реальных, скажем так, людей и реальные те трагедии, которые стоят за данными ситуациями, то, конечно, стоять равнодушно нет возможности. Это я говорил от себя, потому что у меня, ну, во-первых, двое детей, вот, одному 12 лет, как Миша. Я очень хорошо понимаю маму. Я думаю, что в такой ситуации очень важно, чтобы кто-то подставил свое плечо, вот, и мы со своей стороны, я говорю сейчас от имени фонда «Древо надежды», берем на себя обязательство помочь собрать необходимые средства для реабилитации Миши. Миши, и я думаю, что это будет, ну, скажем так, самая такая реальная помощь, которую мы можем оказать. Но, конечно, очень многое будет зависеть от врачей. В этом я им желаю максимального успеха, потому что будем надеяться, что детский организм, он, скажем так, перерастет. Потому что, ну, и при правильной, скажем так, реабилитации и всем остальном, я надеюсь, что все будет нормально. Вот, так получилось, что я сейчас пока говорил только об одном случае, вот, ну, я... Виолетта тоже проявила невероятный героизм и мужество. Виолетта, ну, вообще ситуация, которая, скажем, не укладывается, да, в голове всех, кто здесь сидит, я уверен, что сочувствуют и понимают тот героин, который она проявила. Но я все-таки, я думаю, что меня поддержат, пожелаю, как можно быстрее забыть эту ситуацию. Да, и чтобы как-то так сложилась жизнь, чтобы она вытеснила из... Заменила чем-то хорошим, да, эту ситуацию. И я хочу... Пожалуйста. ...девочкам сделать небольшие от нашего фонда такие подарки. Это подарки вредные, в принципе, для здоровья, а не сладкие, да, то есть... И есть еще подарки... Полезные для здоровья, да. Лёд. Ты настоящий герой. Молодец. Так. Я думаю, оставлю. Все, держи. Так. Смотри, какие... Спасибо. Смотри, какие... Крученькие. Это все можно есть, потому что... Да. Это не игрушечное. Это все можно есть. Поделишься? С кем поделишься? С мамой и с Мишей. Во, отлично. С мамой и с Мишей поделятся. Надо сказать. Спасибо. Герой. Ань, скажи, пожалуйста, вот какой вывод мы должны сделать вот из этих историй, которые мы сегодня услышали? Вы знаете, я уже сказала об этом, что родители ни на секунду не должны забывать о том, что они ответственны за своих детей. Как бы ни нужно было там срочно что-то решить. Ну, ничего не может быть важнее, чем здоровье детей. Жутко, что ребенок час стоял на трассе, кафе, видела, что этот ребенок уехал на маршрутке. Прошу вот всех, что, слава Богу, Бог дает такие передачи, когда не только родители, но все видят, и чтобы мы побольше открывали глаза по сторонам, что происходит, и, ну, делали действительно какую-то помощь. Жень, вот ты какую быточку поставил в нашу программу? Игорь Бабий, главный врач клиники здоровых сосудов. Хочу подякувать всем, кто брал участие в спасении хлопчика и, конечно, другой девушке, которая тоже заслуживает на похвалу и на те призы, которые она получила. Хотел бы, окримо сказать, что остальные слова были, желаю, чтобы это быстрее закончилось. Я думаю, что дети, которые герои сегодняшней программы, они уже за всю свою жизнь отбыли все свои испытания. Я абсолютно уверена, что дальше у них у всех только счастливая и безоблачная жизнь. Я хочу им этого пожелать. Наташа, хотелось бы вас услышать еще. Конечно, я запомнила этот урок на всю оставшуюся жизнь. И, конечно, я хотела бы поблагодарить всех, кто помогал мне. И, конечно, спасибо большое нашим врачам, которые спасли. Спасли в реанимации. Вот Владимиру Николаевичу, который участвовал в нашей беде. Большое им спасибо. Давайте поаплодируем медикам. Давайте не будем равнодушными к тем, кто нас окружает. Благодаря нашей помощи, возможно, удастся спасти жизни многих людей. Об этом важно думать. Это касается каждого. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин